я вам представляю новый выпуск который подготовлен совместно с информационным спонсором открытой группы вконтакте я моделист здравствуйте наши уважаемые друзья сегодня в нашей такой студии скажем мастерской находится известный моделист московский тимофей садовников садовников все правильно тем здравствуй здравствуйте тимофей скажи пожалуйста вот сегодня у нас с тобой такой серия начинается таких передач для наших подписчиков которые ну давно просили сделать мастер-классы вот я смотрю у тебя уже готов так скажем экспонат можно сказать что это такое да модель на самом деле достаточно известная это модель танка из 2 производства томи собрана она не из коробки для нее добавлен точеный ствол немножко фототравления обер как видим здесь же металлические гусеницы производства мастер-клуб фара эльф ну и из проволоки сделанные поручни вот я это дело значит предварительно покрыл зеленым цветом закрасил краску я использовал мистер хобби акрил номер эйч 303 если кто-то захочет повторить вот дальше мы будем соответственно эту модель тонировать грязнить в общем делать из него красивый боевой танк где-то на берлин понятно тимофей подскажите пожалуйста вот некоторые так скажем подписчики хотят знать вообще сложно работать вот с фото травлением здесь я смотрю на вашем танке много ли да в принципе ничего сложного нет это дело привычки есть конечно некоторые элементы которые собираются из нескольких металлических деталей их в идеале нужно делать пайкой для этого нужно какие-то минимальные да там умение работать с паяльником я к сожалению ими не обладаю врать не буду я никто это супер-пупер я это все собираю на клей но есть хороший русский поговорка глаза боятся руки делают это вот как раз вот тот самый отличный момент что открываешь страшно когда начинаешь делать да в принципе все это дело ерунда можно сделать но тимофей давайте приступим тогда сегодняшний наш урок чему будет я думаю что сегодняшнем мы начнем с окраски гусениц простейшие да это будет окрашена таниевской краской x10 данном случае после чего мы сделаем имитацию грязи пыли потертости чего-нибудь еще мы там в процессе разберемся и наверное покажу один секрет интересный очень простой как делать не такие вот металлические катки на них делать беговую дорожку скажем так ну и так давайте начнем да давайте начнем значит берем обычную x10 акриловая краска фамилия пытаемся и открыть скажите вот гусеницы надо так скажем грунтовать я к этому вопросу грунтовки отношусь достаточно скептически я никогда ничего не грунтую у меня краска не отлетает я не знаю как бы люди зачем грунтуют получается это лишний слой в покраске в принципе в моем опыте за сколько лет моделизма я ни одну модель свой не грунтовал тут как бы на усмотрение каждого моделиста но здесь интересно будет в принципе сэкономить можно ну в принципе да бы сэкономить плюс если мы работаем основном акрилом который слабо пахнущий даже на растворитель на спиртовых то грунтовка как правило она эмалевая из баллончиков она очень вонючая поэтому домашним это может доставить некоторое неудовольствие итак мы гусеницы красим как базовый цвет обычной тамилийской краской это x10 в нашем случае гамметом броненый металл он же оружейный металл мы им будем пользоваться как базы под дальнейшее нанесение смывок грязи и пыли и так далее и тому подобное краску я эту развожу обычным спиртом не водкой не там не ps он просто обычный спирт она отлично сохнет после этого в принципе все как бы осталось покрасить тимофей а вот в аэрограф когда вы заливаете вы краску уже готовите в банке чтобы она была уже разбавлены или вовите в бачке ну я это лучше дело каких-то жид емкостях который ну банка либо если это мало краски то я прям в ней делаюсь я знаю что все уйдет если так то лучше конечно делать каком-то растворитель сразу кидаю в банку еще такой вопрос тоже у людей возникает вот мы берем новую банку краски да если бы надо эрограф готовить как в каком соотношении надо ее соотношение никогда никакого нету точной пропорции скажу точно одно что краска должна консистенции как молоко и в принципе если брать какую-то посуду в которую разводить то наклоняя посуду туда-сюда она должна оставлять практически прозрачный след это вот идеальная консистенция подойдет под аэрограф и а и и и и и и и Ржавые гусеницы Которые очень любят изображать многие моделисты На танке появляются только после того Как машина простоит несколько дней и ночей Под открытым воздухом Как только танк начинает ехать Через буквально километр От ржавчины на гусеницах не остается ни следа Это вот из личных наблюдений Что называется для настоящей техники Городские жители и моделисты В принципе это могут дело проверить Посмотрев на какой-то гусеничный объект стройки Тот же бульдозер, экскаватор и так далее На той технике, которая ездит У них практически ржавчины на гусеницах не бывает Грязь, пыль, да, ее в количестве А вот ржавчины очень мало Мы моделисты, люди с фантазией Поэтому мы всегда можем сказать, что у нас танк простоял Неделю под открытым воздухом Поэтому у нас гусеницы ржавые Просто в таком случае надо будет немножко по-другому Оттонировать, отгрязнить И не рисовать на них тогда беговые дорожки светлые Скажи, пожалуйста, базовый слой Правильно я понимаю Сначала надо сделать гусеницы, как будто они с завода Ты так делаешь Да, я делаю именно так А потом я, соответственно, на них наношу грязь Так, в принципе, получаются очень интересные эффекты Когда у нас сквозь грязь, пыль, ржавчина Если мы захотим это сделать Проступает какой-то металлический цвет То есть, в принципе, все это делается для неоднородности, скажем так, цвета Потому что чем богаче неоднородний цвет Тем это все интереснее будет смотреться То есть, будет за что, так сказать, зацепиться взглядом В принципе, мы закрыли базовый слой Даем этому минут 10 высохнуть Итак, друзья, я, пожалуй, покажу До какого состояния нужно, да, примерно разводить краску Не говоря никаких соотношений Растворителя краски Это все делается на глаз и приходит исключительно с опытом Значит, у нас вся та же томийская краска Есть пустая баночка, на которой Которую мы будем пытаться развести И банка с обычным спиртом Не смотрите на этикетку Просто баночка со спиртом Наливаем чуть-чуть краски Нам достаточно прям Значит, идеальное состояние краски Это когда после вот таких состояний краска практически полностью стекает Оставляя практически прозрачный след Сейчас она у нас составляет достаточно густой след Но если краску вот эту нужно разбавлять, то прям самый чуть-чуть Берем спирт, капаем Тема, а спирт обыкновенный, питьевой, да? Да, спирт совершенно обыкновенный, питьевой В принципе, можно, наверное, использовать технически Но я думаю, что я бы не стал Потому что все-таки пары технического спирта могут быть вредны Обычно зубочисткой размешиваем Можно добавить еще Видите, все делаю на глаз Никаких пипеток, ничего Но при этом нужно учитывать, что чем жиже краска Тем она, соответственно, оставляет прозрачнее слой на модели Вот, в принципе, у нас уже эффект, который получился Видите, краска стекает и практически оставляет прозрачный след И как раз вот примерно то состояние, которое будет относительно идеальным для аэрографии Наши замечательные металлические гусеницы высохли Получившийся эффект у нас такого плана Теперь мы будем начнем наносить на них пыль, грязь, имитацию всевозможную и так далее и тому подобное Значит, основа моего взгляда на тонирование вот этих гусениц такое Я беру пигмент какого-то нужного мне цвета Вот сейчас я подобрал тут 6 штук разных Они разные по цветам, можете посмотреть Сейчас определимся, каким мы будем делать Развожу это дело все тем же спиртом Добавляю чуть-чуть алебастра или какой-то гипсовой шпаклевки Это не суть важно Эта шпаклевка, вот она у меня в пакетике насыпана Это не то, что вы подумали, это не наркотики У нас моделисты еще шутники Конечно, без чувства юмора никуда Эта шпаклевка нам нужна для придания объема Как раз этим мы начнем имитировать налипшую грязь В принципе, это сухой гипс, да? Да, это самобыкновенный алебастровый строительный шпаклев То есть ничего такого В принципе, вместо алебастра можно взять любой наполнитель Будь то песок, кварцевый обычный Какие-то камни Камней нет, наверное Любую смесь, которая не полностью растворяется В принципе, вот это дешево, сердито и вообще отлично Итак, и что мы делаем? Что мы делаем? Дальше мы берем, у меня есть моя дежурная пробочка Из-под бутылки какой-то, не помню уже какой Всыпем туда все на глаз, господа, все на глаз Ничего никогда не мерю в граммах, в миллилитрах, еще в чем-то Всыпаем чуть-чуть алебастра Дальше берем Пигмент почти закончился Пигменты нам нужны для придания нашей смеси для пыли, для грязи Исключительно цвета Соответственно, вместо пигмента можно использовать потертый пастельный мелок Пигменты не обязательно производители Миг Продакшнс Любой другой подойдет Это просто краситель По большому счету Чем больше мы его добавим туда, тем, соответственно, насыщенный цвет получится Ко всему этому мы добавляем обычный тот же самый спирт Исключительно Скажи, пожалуйста, вот у многих, так скажем, наших, не только наших, но и вообще моделистов начинающих Возникает вопрос Они покупают специальные жидкости для разбавления пигментов Это просто маркетолог с такой ход Или все-таки это разница между спиртом и вот этим Этой жидкостью все-таки есть какая-то По большому счету Разница, конечно, есть Потому что специальные жидкости, они называются пигмент-фиксер Как правило И они фиксируют пигменты У меня почему-то эти жидкости не прижились Я как-то не привык ими работать Поэтому для себя лично нашел вот такое простое заменение этим жидкостям Ну и сейчас мы посмотрим, да, просто, что получилось Да, то есть люди, которые имеют эти жидкости, они могут, что называется, сравнить эффекты Да, сделать для себя какие-то выводы Совет начинающим моделистам, да, он очень простой Не бойтесь экспериментировать Моделизм – это творчество в том или ином виде И без экспериментирования вы ничего не добьетесь То есть каким-то шаблоном, который, допустим, я сейчас покажу Или вы где-то еще увидите Следовать слепо не надо Всегда экспериментируйте И делайте так, как вам интереснее С вами кажется Как вам подсказывает фантазия Вот я вижу, что у меня сейчас смесь несколько Получилась бледновато, да, и не хватает Насыщенности Я туда досыплю пигмента Оставшегося Можно экспериментировать с цветами, смешав несколько разных цветов Получав какие-то земельные оттенки Начнем мы вот с такого, я думаю У нас такой получился В процессе нанесения этой жидкости, этой смеси Мы будем добавлять туда другие цвета Дабы изменяя и создавая неравномерное загрязнение гусениц Проще показать, чем объяснить Значит, просто берем на кисточку вот эту жидкость И начинаем делать по методу заливки Просто туда, соответственно, заливаем Лучше это делать на какой-то поверхности У нас это специально отведенное Обычно я использую просто коробку из-под модели Которую не жалко испачкать В принципе, наша задача сейчас Это заполнить все ниши, скажем так Все углубления в гусеницах Вот этой смесью Где-то А где-то она сохнет Ну, она сохнет тоже где-то минут 10-15 В принципе, после того, как она высохнет Она чуть-чуть посветлеет Это надо учитывать И она, соответственно, станет матовой Для ускорения процесса можно подуть из того же самого аэрографа Просто обычным воздухом оно сохнет Пока мы никуда не торопимся Мы будем ее наносить Потому что процесс этот хоть достаточно банальный Но он муторный Друзья мои, самое главное Вот мы сейчас с Тимофеем здесь вдвоем сидим Запах, конечно, потрясающий Спирта И самое главное, да, вот Использовать это по назначению А то можно здесь на двоих Да, не злоупотребляйте, господа Только разбавлять Следует учитывать еще один момент Интересный, что спирт сам по себе Если вы вспомните, мы им растворяли Да, разбавляли катаминскую краску В общем-то мы сейчас видим, что Спирт, попадая на эту краску Он также ее растворяет В принципе, это не страшно Да Нам вот акриловая краска Та, которую мы покрывали трайки Нужна была Исключительно как база Чтобы на ней лучше держалась Вот эта грязюка То есть, в принципе, никаким лаком Не надо покрывать базу Да, вот эту перед пигментами Можно покрыть лаком Как бы в последнее время в интернетах Очень популярность набрал Лак для волос Самый обыкновенный Из баллончика Я сейчас, значит Что я сейчас делаю Я, как видите, наношу достаточно хаотично Точечки вот этой смеси Которую мы намешали первого цвета Пока мы все это делали В принципе, на той части гусениц Уже начала эта смесь высыхать У нас это все не очень равномерно получилось Но ничего Возьмем другой пигмент Такой называется он Европдаст Европейская пыль У нас танк будет в Германии, да? Да, танк у нас Предполагается, что это Весна 45-го года Операция по взятию Берлина Все тот же самый рецепт Чуть-чуть пигментов Чуть-чуть алебастра Для придания объема Можно делать без алебастра Но тогда не получится Определенного эффекта Который будет хорошо виден После высыхания Когда этот алебастр дает Заполнение, углубление в гусениц И после высыхания получается эффект Именно утрамбованной Налипшей грязи А здесь будет Если не добавлять Просто такая запыленность, да? Да, если не добавлять алебастра То, соответственно, смесь получается Жидкой И это будет запыленность В принципе Такую же смесь можно наносить И на нижнюю часть танка Ее можно с кисточки С этой же разбрызгивать аэрографом Получать эффект брызг Всевозможный Это я тоже покажу Но, наверное, это будет Чуть-чуть позже Не сегодня Уже в следующих уроках Да, в следующих уроках Собственно говоря Вот мы развели второй Он у нас даже получился Поинтенсивнее цвет И также продолжаем Рандомно Хаотично Наносить его Тем, скажи, пожалуйста Но это же ничего страшного Некоторые скажут Вот с одной баночки Не получилось цвет Это наоборот Как бы поинтереснее Ну, конечно Посмотрите в природу Оно Эффект пыли Всегда Он неравномерный Он может быть только в городе На машинах Да, смотрится одинаково Потому что они ездят По одному и тому же А если брать Какие-то грунтовые дороги То там пыль Может вообще быть Многих оттенков На одном и том же танке Соответственно Чем больше цветов На мой взгляд Тем она будет смотреться Интересней Но здесь мы только делаем Грязь, да Вот эту вот Ржаветь мы их не будем Я думаю Что на этой модели нет В принципе Если Уважаемые подписчики И зрители канала Захотят увидеть Как сделать ржавые гусеницы Я сделал отдельный урок Который Соберу просто кусочек гусеницы И сделаю целенаправленно ржавой Еще такой вопрос Некоторые вот сейчас зададутся Таким Скажем Вот да Понятно что Сейчас идет такая ситуация Все крутые моделисты Они работают с металлом А я вот сижу И у меня один пластик Вот по пластику То же самое В принципе Мы накладываем Такую же базу Или как Да С пластиком Работать то же самое Что металл Что смола Что пластик Оно По сути своей тонировки И финишной отделки траков Они абсолютно одинаковые Различаются только Соответственно Металл с ним Просто удобнее работать За то что Можно развернуть Как тебе удобно Сделать все необходимые операции Потом свернуть И одеть на модель И получить Да Реалистичный провис Они по собственным весам Прогибаются С пластиком То же самое Мы сначала Склеиваем их Делаем провис Потом снимаем с танка Красим Тонируем Грязним И так далее Тому подобное Одеваем обратно Финишный уже результат Господа У нас траки подсохли Сейчас я хочу добавить сюда еще темного цвета Прям в ту смесь Которая у меня осталась предыдущего Прям чуть-чуть Для то ему Добавляем темный пигмент Он какой-то черно-зелено-коричневый Не суть важно Все мы хорошенько сейчас размешаем У нас как раз получилась Смесь даже загустела Да Чтобы добился эффект И мы продолжим В том же самом духе Может быть не так активно Как вот Светлыми тонами Но тоже Хаотичными движениями Накладывать Вот этот темный пигмент Там где у нас еще Где-то проглядывает Итем скажи пожалуйста А вот внутреннюю часть Скажем она нужна Чтобы ее В принципе нет Если мы сейчас Перевернем То мы увидим Что у нас Часть смеси Она залилась туда Я обычно Из внутренней части Уже на финальный отдел Когда сухим пигментом Прохожу Именно изобразить Сухую пыль Я там вот чуть-чуть Накладываю Но это уже будет В самом-самом конце Когда мы поставим гусеницы на танк Дальше мы уже будем Изображать потертости На беговую дорожку Я как в самом начале Обещал покажу Интересный эффект Покраски беговых дорожек На катках металлических С помощью того же пигмента Вот И в принципе Наверное на сегодня Будет все Я нанес Вот после темного Еще добавил Несколько хаотичных цветов Светлого Такого Не знаю Молочного что ли цвета Пока все это сохнет Я покажу Как Делать беговые дорожки Красиво На катках Естественно Все этот Вариант Работает Соответственно На металлических Не обрезиненных катках Естественно В оригинале Итак Есть замечательный Пигмент Он gunmetal Металлик Достаточно красиво выглядит Вот как он Внутри Вот Дальше Мы берем его Прямо на палец Не боимся Мы Руки потом Очень Элементарно Отмываются Мылом И водой Важный момент Каток Должен быть Покрашен Какой-то краской То есть Это не голый пластик После чего Мы берем И просто Начинаем Откровенно Натирать И это дело Беговую дорожку Чем мы Сильнее и больше Трем Тем Более Гладкий эффект Получается В качестве Замены Пигмента Можно использовать Просто Натертый Грифель Карандаша Что В общем-то Будет Точно Такой же Эффект Как видите Буквально 10 секунд Работы пальцем Не побоюсь этого слова И получили Достаточно Реалистичный Эффект На мой вкус Не светлый И не темный Именно Эффект Полированного Темного Металла Вот здесь Наверное Ошибка У начинающих Моделистов Которые Просто берут Краску Алюминий Да Оно Вживую Не имеет Таких Ярких Оттенков Оно Как раз Такой Тускловатый Металл Есть Вот В этой Технологии Один Интересный Секрет Что Если Положить Этот же Пигмент Да Натереть Точнее Его На Глянцевую Краску Его Правда Придется Подольше Втирать Потому что Пигменты Рекомендуется Класть На матовую Краску Чтобы они Сохранились То можно Получить Практически Зеркальный Эффект Вот Вот Натерли Второй Каток В общем Так Мы Повторим 14 Или Сколько Там Больше Раз У нас Есть Катков То же Самое Можно Сделать С Звездочкой Потому что Звездочка В процессе Эксплуатации Контакта С траками Тоже Натирается Мы Аккуратненько Прям Пальцем Не боясь Ничего Натираем Звездочкой Получаем Очень быстро Эффект Потертости Если Где-то Вот Как у нас Здесь Получилось Что Пигмент Попал Не туда Куда Нам Нужно Я В этом Ничего Страшного Не вижу Во-первых Это Будет Скрыто Под Пылью Во-вторых А кто Сказал Что Здесь Не может Быть Потертости До Металла Итак Господа Друзья Мои Траки У нас Высохли Получился Вот Такой Неоднородный Эффект Он Довольно Интересный По Большому Счету Как я Говорил Осталось Эти Траки Изнутри Только Подгрязнить Но Мы Это Сделаем Когда Уже Оденем Траки На Танк И Теперь Самый Простой Это Нарисовать На Металлических Траках Потертости Эффект Этот Он Работает Только На Металле Потому Что Мы Трем До Металла Берем Обычный Кусочек Шкурки Я Это Не Суть Важна И Прям Шкуркой Не Боимся Стираем Мы Краску Стираем Мы Грязь Стираем До Чистого Металла То есть Тём Прям Потому Что Мы Сделали Да Не Жалея По Гребням По Грунтозацепам Мы Натираем До Металла А Что Мы Имитируем Мы Имитируем Именно Потертости Которые Образуется На Траках При В контакте С Почвой С Грунтом С Асфальтом С Любой Дровой Поверхностью То есть В углублениях Траках Налипшая Грязь А Выступающие Грунтозацепы Они Как правило Бывают Полированные То есть Таким же Образом Согнув Шкурку Мы Можем Нарисовать Беговую Дорожку Также Просто Стираем Краску Здесь Мы Что Гребень Дрем Мы Трем Гребень И Трем Беговую Дорожку Которые Оставляют У нас Катки При Движении Вот Они Вот Так У нас Двигаются По Гусенице Да И Оставляют Тоже Полированный Металл Почему Шкурка И Почему Не Ватная Палочка Если Нам Нужно Просто Стереть Краску Мы Не Просто Стираем Краску Мы Еще Добавляем Именно Эффект Потертости Металла То есть Он Начинает На свету У нас Будет Играть Если Вы Используете На своей Модели Металлические Гусеницы Это Наилучший Способ Чтобы Изобразить Потертости Потому Что Нет Ничего Более Реалистичного Чем Просто Металл Ну да Вот Здесь Уже Мы Замечаем Что Разница Существует В процессе Траки Немножко Порвал Не Страшно Восстановить Это Будет Не Проблема То Что Было То Что Стало Можно Конечно Использовать Просто Всевозможные Красивые Металлики Но Для Этого Нужно Наложить Маски Либо Долго Возюкать Кисточкой А Так В принципе За Пару Минут Несколько Кусочков Шкурки Мы Натираем Единственное Наверное Дам совет По этому Поводу Чтобы Не брать Очень Крупную Шкурку Там 400 200 100 Единиц Она Все-таки Немножко Грубоватая И в нашем Масштабе Больше Поцарапает Чем Полирует Металл А нам Нужно Все-таки Металл Больше Полированный Чем Царапанный Ну и так Уважаемые Друзья Вот такой Интересный У нас урок Был Оставляйте Свои Комментарии В принципе Тимофей Готов Ответить На все Вопросы Ваши Самое Главное Что Что Вы Хотите Видеть В будущем Тоже Оставляйте В комментариях У нас В процессе Съемки Этого Видео Появилась Идея Показать Как Работать Вообще С химией С маслом С пигментом Со смывками С фильтрами С красками Всевозможными Эмалевыми Неемалевыми Акрилами Чем И Покажу Не только отвечу Но и покажу Большое спасибо Тимофею Желаю Самое главное Успехов В твоем легком хобби И самое главное Здоровья Спасибо До свидания Редактор субтитров Корректор А.Кулакова